Так завидую женщинам, которые говорят мне примерно такой текст. Я такой крем купила, от него всё подтягивается, вообще супер и стоит недорого. Всего 300 евро за 15 миллилитров. Нереально, невероятно, круто. Думаю, боже, как ей хорошо. Занимается на таком высоком уровне самообманом и, главное, видит результат. Круто. Ну, если хотите, мы можем поговорить на эту тему. Вообще, насколько глубоко косметические средства проникают. Проникают ли они через базальную мембрану или просто работают с поверхностным слоем, то есть с эпидермисом, то есть с тем условно мёртвым слоем, который уже через три дня составит основную часть вашей домашней пыли. Но больше всего меня волнуют женщины, которые так говорят о ядовитой косметике. Один раз сделала такой фокус. В общем, я встретила такую женщину, которая мне говорит, у меня под глазами абсолютно всё хорошо, потому что я уже пять лет использую косметику одной и той же фирмы. Главное, сначала всё использовала, а потом поняла, что для меня достаточно только кремушка под глазки. И главное, так удобно. Он всегда со мной в сумочке. Я говорю, дайте мне кремушек под глазки, так, чтобы я не видела состава. А я вам попытаюсь этот состав угадать. Я думала, что я шучу, потому что мы договаривались с этой девушкой, главой йога-центра, не скажу в каком городе, что я у неё прочитаю просто для её йоги лекцию по полезной, вредной и сомнительной косметике. Я зажала в кулачок вот это вот её средство и говорю, на первом месте будет вода, на втором месте будет жидкий парафин, это производная нефти, потом будет какой-нибудь петролатум, тоже производная нефти, потом будет ещё что-то. Ну, в общем, я открываю и даю ей читать, и я угадала. И когда мы вместе прям пошли и загуглили три главных, основных ингредиента, она была просто шокирована. Такая косметика не может помогать. Такая косметика просто убивает кожу и делает её ещё более безжизненной, ещё более беззащитной, ещё более истощённой, ещё более дряблой, тонкой, но не сейчас, а через какой-то промежуток небольшой, буквально 14 дней, друзья мои. Вот в чём нужна адекватность, так это в том, что может работать, а что работать не может. И если говорить о косметике, моя голубая мечта – пусть женщины продолжают пользоваться косметикой. Я тоже пользуюсь косметикой. Но я чётко понимаю, что это мне для самого поверхностного слоя лица, чтобы шелушушек не было и чтобы просто эластичность сухого эпидермиса была сохранена. Вот просто буквально в этом промежутке ответственности. Но моя голубая мечта – чтобы люди хотя бы, ну не знаю, 10 вредных ингредиентов, которые чаще всего встречаются в космических средствах, вычеркнули, умели их читать и видеть на этикетках и никогда бы не использовали. Тогда вся косметическая индустрия перестроится. Перестроится с позиции «Дай-ка я тебе продам задорого то, что самой не надо». На позицию «О, да, надо проводить клин-испытания», нужно доказывать потребителю, что это активное вещество попадёт в дерму, а не просто останется на эпидермисе. «О, да, нужно проводить много испытаний, нужно использовать только натуральные ингредиенты и уметь рассказать об этом потребителю». Кстати, такая тенденция уже есть. И я один из тех многочисленных спикеров, которые тоже влияют на рынок и на спрос. Очень много умных девчонок, которые уже туфту не купят ни за какие деньги. Присоединяйтесь к мастер-классу, который произойдёт. 29 сентября, 30 сентября и даже 1 октября прокачайтесь на тему «Ухоженная женщина равно молодая женщина, но не всегда». И давайте с вами определим план выхода из возрастных изменений, потому что что? Мы это можем.